Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Ну, в первую очередь, наверное, хочется заметить, что вы взвалили на себя явно больше, чем вам удобно. Кому-то удобно быть в вашей позиции. Кому-то нет, кому-то комфортно, кому-то нет. Кто-то может считать, что то, что происходит у вас в семье, распределение труда, например, это в порядке вещей, абсолютная норма и чувствует себя хорошо. Но не вы. Это очень важно понимать. Не вы. Вам не комфортно. И вопрос, как мне кажется, заключается в том, что вы с этим делаете. То есть, ну вот, так получилось, что вы выбрали женщину, вот, которая поставила себя, ну вот, таким образом. Да, вот так. Она себя поставила вот так. Хорошо это или плохо, а мы сейчас говорить не будем. Да, не так, это важно. Она, она себя так поставила. Вы ее, условно говоря, такую приняли. Вот. Но дальше пошло что-то не так. Потому что вам это представило на каком-то этапе нравиться. Вот. Вот. Но вы ничего ей не сказали. Вот. Вы ничего ей не сказали. Вы никак не озвучили свою позицию. Вот. Не предложили разделить обязанности. Не предложили разделить бюджет. Например. Да. И получается, что вы терпите. Просто терпите. Терпите то, что вам, ну вот, не совсем плюше, мягко говоря. Терпите то, что вам некомфортно. Вот. И вопрос, который меня к вам привлекает. В каком, какого контекста ваше отношение, что вы не можете так сказать своей жене. Возможно, вы ее завоевали. Возможно, вы как-то вот пытались ее сделать, не знаю, своей, своей, да. И... У вас не получилось. У вас получилось, но чувствуете вы себя от этого не очень хорошо. Вот. Если вы настолько этим увлеклись, да. Вот. Вот. Но только вы в это вот вложились, что не заметили, когда ситуация поменялась. Не заметили, когда ситуация стала другой. Не заметили, когда вам же самому захотелось чего-то другого. Вот. Поэтому здесь, по большому счету, важно вот такое. Такое. Акцентирование внимания. Следующий момент – это злость. Это то, как вы реагируете. И обратите внимание на то, что как будто бы вы себе реагировать запрещаете. То есть, как будто бы вы уже как-то реагируете, но вы говорите, что «а как мне реагировать?» Но вы уже как-то реагируете. Вот. Вы уже как-то реагируете злостью, протестом, непринятием, да. И согласен с своей женой. То есть, уже какая-то реакция есть. Но вы себе её запрещаете подавлять. Осталось понять, чем это связано. Вот. Осталось понять, чем связано то, что вы вот так к себе относитесь. Вот. Именно, именно, именно вот по причине такой вашей реакции. Да, именно по причине такого вашего отношения к себе, вы недовольны своими отношениями с супругой. Вот. Но это, нужно, это достаточно, достаточно важный момент. Когда и если вы научитесь выражать свои чувства. Вот. Сделать это можно, в том числе, на психотерапии, да, в безопасной обстановке, в безопасной атмосфере. Вы сможете уже выражать это своей жене. И выражая это своей жене, вы сможете быть с ней более искренним, более откровенным, более собой. Да, может быть, может быть, она не захочет вас принимать новым. Может быть, в глубине души вы боитесь, что вас отвергнут. Но, альтернатива вот такая. Кроме того, если научиться навыкам без конфликтного общения, то вполне есть возможность избежать негатива, избежать конфликтов, избежать вот таких вот проблем. Конечно, конечно, если вы в этом заинтересованы, вот, конечно, если вы этого хотите, и, конечно, если вам это интересно все, вот, то это вполне реализуемо. Вот. Просто здесь момент в том, что непонятно вы, ведь даже вопрос свой, по сути, не задали. Кроме того только вот, что, как меня это реагирует. Ну, вы реагируете на это уже злость. Вот. И злость это абсолютная норма. Ну, вот, в данном случае, кому же правильно. Ну, в данном случае, злиться, это нормально. Когда кто-то или что-то ваши границы нарушат. Вот. Понимаете, да? Что я имею в виду? Вот. Поэтому... Поволит... Поволит... Себе... Чувствовать. То, что вы их чувствуете, это лучше, лучше, что вы можете сделать. Для себя. Вот. Но у вас есть блок. Чувствовать вины, например. Или стыда. Или страх. Да? И получается, что... Вот. То, что вы воспринимаете себя, как ресурс. Хотя вам это не нравится. Вам это тяжело. Вы чувствуете, что... Исощаете себя, да? Например. Связано тем, что иначе будет что-то. То есть вы этого не хотите. Вы не хотите так поступать. Скорее всего. Но вы себя доставляете. Вы говорите себе, что... Что должны так поступать. Потому что если... Так поступать вы не будете, то... Как случится что-то негативное. Ну, да. Например. Вот. Это. Негативное. Как раз всё. Оф. И. Останавливает. Вопрос, конечно, заключается в том. Понимаете ли вы. Что это за негативное? Ну, то есть, ну... То есть, ну... Так ли это важно, на самом деле. Для вас. Да. Насколько это важно. Для вас. Вот. И... Собственно. Стоит ли это вообще бороться? Стоит ли это вообще тех усилий, которые вы предпринимаете? Вот. Ну, потому что усилий много, да? А... Грубо говоря... Выхлоп... Выхлоп, да? Совсем чуть-чуть. Вот. Понятно, что человек не ценит. То, что вы делаете. Потому что вы это делаете, унижая. Сами. Настоятельно. Знаете? То есть, вы самостоятельно себя, ну, как бы, себя унижаете. По факту. Вот. И поэтому человек этого не ценит. Вот. Отзеркаливаю вам, по сути, то, что вы сами чувствуете. Вот. Вот. То есть, вы действительно жмот. Только вы жмот не финансовый. А вы жмот эмоциональный. Вот. Если вы сдерживаете себя, не позволяете себя быть собой. Не выставляете границу своей жене. А как будто бы ждете, что она сама будет вас ценить. Ну, не будет. Потому что вы его приучили. Вот. Любого человека можно приучить к определенным вещам. И вы свою жену вот приучили к такому отношению. Вот. При этом. Ладно. 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 Если бы вам было хорошо. В этом. Ну, в этом состоянии. Это бы еще было понятно. Если бы вам было хорошо. Ну, вам же плохо. Вот. Она это чувствует. Что вам плохо. Вот. Но чувствует, что вы сами себя не защищаете. А почему она это должна? Понимаете? То есть, вы на, как бы, на нее опираетесь. На внешнюю. То есть, что опираетесь. Ну, пытаетесь опираться. А опирать это нужно на себя. Кроме вашей защиты. Защиты ваших интересов. Делы в первую очередь ваши, а не чье-то. Понимаете? Вот. Отсюда, отсюда и злость возникает. Им именно от того, что, ну, вы ждете. Вы ждете того, что вас будут защищать. А вас не защищают. И вы злитесь. Чувствуете себя обманутым. Вот. Чувствуете себя обиженным. Вот. Это нормальное чувство. Но выражаете вы его немножко не дам. Понимаете? Вот. Выражаете вы его немножко не дам, это чувство. И в итоге оно пропадает в плене. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что вам нужно работать именно в этих направлениях. Вот. Со своими чувствами в первую очередь. Вот. Со своими чувствами в первую очередь. Своим отношением к жене во вторую очередь. Вот. И так и так далее. Собственно говоря. Собственно говоря. Вот. Чтобы более уверенно формировать свою позицию. Может быть и жена тогда будет вести себя с вами. По-другому. Некоторые люди. Необязательно. Маши жены. Ведут себя. Вот. Знаете. как дети. Пытаясь. Проверить. Ну. Что они могут. И если не видят. Каких-то границ. То. Начинают испытывать. Тревогу. Проверять все больше и больше. В надежде. Эти границы. Почувствовать. Вот. А их все нет. И нет. И нет. И нет. Понимаете. Да. Вот. Поэтому. Вам нужно. Мне кажется. Перестать быть ресурсом. Вот. Как вы. К себе. К себе относитесь. Да. Что. Ну. Что вы ресурс. Вот. Нет. Вы не ресурс. Вы не ресурс. Вы человек. Вы личность. Вот. Ну. Как мне это видится. И. Вы себя обесцениваете. На данный момент. И. Вам это. Как бы. Возвращается. Вам это. Возвращается. В виде. В таких моментов. В виде. Таких. Таких. Аспектов. Вот. Не очень приятных. В виде. Такого отношения к вам. Не очень приятного. Понимаете. А. Так что. А ведь. Ваши. Чувства. Да. То есть. Вы. Чувствуете. Ваши чувства. Понятны. Ваши эмоции. Понятны. Вот. Ну. Условно говоря. Говоря. Все это понятно. Но. Делайте с этим. Что вы будете. Действуйте. Как вы будете. Вот. Этот. Момент. Довольно. Интересный. И. Надеюсь. Что. Вы. Для. Себя. Обязательно. На этот вопрос. И. Постарайтесь. Ответить. Вот. Вот. Брак. Со. Своей. Женой. Можете. Потерять. Вот. А так. Может быть. Выведите. Ваше отношение. На. Новый. Уровень. Вот. На. Уровень. А. Которым. Вы. А. Может быть. И. Не. Не. Мечтать. Могли. Но. Это. Вполне. Ладно. Это. Нужно. Не. Не ждать. Пока. У. 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 привлекательным, интересным занятием, если вы позволите его себе. Как-то так, я думаю, можно ответить на вопрос, который вы задаете нам, вот, я надеюсь, что этот лавад как минимум был интересный, я надеюсь, что этот лавад как минимум был не бесполезен, вот, я надеюсь, что дал вам определенную пищу для размышлений, вот, я надеюсь, что это было, ну, не слишком для вас, может быть, жидко, вот, потому что, ну, мне бы не хотелось так уж совсем жестить, но какие-то моменты, конечно, пришлось несколько вот утрировать, так, потому что иначе бы вы могли просто отнестись к этому, ну, вот, несколько таким, знаете, неподопающим образом, мне бы этого не хотелось, вот, мне бы хотелось, чтобы вы были, ну, условно говоря, максимально внимательно к себе, вот, мне бы так хотелось, ну, надеюсь, что у меня получилось. не терпитесь, в любом случае, растрогать брак, вот, это вы успеете, в принципе, всегда, вот, всегда успеете это сделать, это, ну, вы знаете, то, что от вас не уйдет, как мне кажется, никуда, вот, ну, попытаться, попытаться дать отношениям какой-то шанс, да, какую-то возможность улучшиться, возможность стать лучшей, справиться, да, вот, найти, ну, в отношениях что-то, это вполне себе можно сделать, я думаю, что это прям, вот, особенно тяжело для вас, вот. только, хотя, конечно, вы можете, ну, быть не согласны с этим, вот, винить, а на этом полное право, как мне кажется. Желаю вам всего самого доброго, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, да, я позволю вам начать работу над собой, удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...